Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от жизни и это начало второго сезона нашей карьеры за Зенит. Ну а перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти, поэтому обязательно перейдите по ссылочке в описании к этому ролику, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарии, мне будет очень приятно, когда вы проявляете активность именно под правдивым пенальти, ну и также под другими роликами. И также, друзья, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него тоже есть в описании под этим роликом, поэтому давайте вместе подпишемся и соберем 30 подписчиков, буду очень рад вашей активности еще и на втором канале. Ну что же, у нас второй сезон, цель нашей карьеры Зенит, многие помнят, это победа в Лиге Чемпионов, мы выиграли с вами Кубок России, Супер Кубок России в начале первого сезона и чемпионат, то есть нам теперь остается только Лиговый Чемпионов. Ну что же, давайте перейдем к переговорам, у нас много игроков на самом-то деле вернулось, поэтому давайте по позиции, наверное, сначала посмотрим. Так, Пикфорд и Лунев, Рубиков мне не нужен, поэтому мы его сразу сдаем. Ракидский Лоурен, Осорио, Прохин, вот этих мы оставляем, остальных мы сразу пока что продаем, ну а потом чуть попозже будем тоже с ними решать. Сантос и Круговой у нас пока что в команде. В Ахане мы продаем, здесь у нас Карваев и Терентьев, Бариос как опорничек один, Сергей вряд ли нам что-то из этого поможет. Паласио, Создоев, Фоден, вот они четыре наших игрока Кузяева мы на продажу. Симутенков тоже на продажу, Шамкин мне не нужен, поэтому мы его тоже на продажу. Дрюси слева, Мостовой тоже Сим Дянкина, тоже на продажу. Щетинин тоже на продажу, справа у нас Малком Регони, Сутармина я пожалуй продам, Тарасова я тоже продам. Азмун, Дзюба, Чалов, Шамуродов, вот наши игроки. Пока что все, пока что все, я не знаю там вроде никто к нам не должен был приходить. Что здесь по нашим игрокам, ну есть интересные игроки конечно, некоторые. Бурмистров например вернулся, вот что, ну тут много таких. Кристиан, но Боу у нас теперь есть здесь. Рыжиков, Криксюк, поэтому такого рода футболисты у нас. Ну и теперь смотрим, давайте мы по возрасту. Возраст по убыванию, естественно это Дзюба. Центральный нападающий, я ищу ему замену, вот. Такие вот дела. Хочу наверное все таки Жезуса подписать, но Жезус очень дорогой, я так понимаю. Вот, хоть и шансы есть хорошие у нас, но вот стоимость трансфера у него чуть побольше. У нас что-то много в зарплатном бюджете, надо в настройках посмотреть. Так, не сюда. Нет, ну здесь много в зарплатном бюджете, да, ну вот. Поэтому, мне кажется здесь все спокойненько у нас должно быть. Поэтому будем ждать сейчас продавать, а смотреть Дзюба в любом случае. Так, Прохин, Рыбиков, Рубиков, наверное правильно. Вот, Дуго Санта, кстати, минус один к рейтингу дал. Ну, цель в сезоне, понятно, возвращение арендованного. Тыра-тыра-тын, все. Ну, получается будем сейчас продавать. Дзюба, я так понимаю, там на трансфер выставлен он или нет. Да, Атлетик Бильбао и Валенсия им интересуются, поэтому будем ждать. Как только придет хорошее предложение, мы его продадим и на эти деньги постараемся купить там хорошего нам центрального нападающего. Так, а у нас работа скаутов. Еще нам находит центрального нападающего. Давайте мы посмотрим. Это Микель Оярзабаль, который играет сейчас в Барселоне. Может он играть над центральным нападающим. Кого нам здесь нашли? Здесь нам нашли Виктора Асимхена. Асимхена, который играет в Наполь. Давайте я его тоже добавлю, почему бы и нет. Очень много у нас игроков на позицию Дзюбы. Мне кажется, можно уже и не искать. Поищем давайте хороших центральных защитников теперь. Дзюба отрицает слухи о трансфере, хотя Атлетик Бильбао дает этот слух. Все-таки Иммобили переходит в Интер из Лацо. Так, Дурмас переходит из Галатасарая в ЦСКА за миллион сто тысяч. Икарди переходит в Атлетика Мадрид. Ракицкий переходит в другой клуб. Слух проходит что Айнтрахт, Франкфурт хочет подписать. Так, что у нас по центральным защитникам? Нам Маркиниса советуют. Добавим список. Тенег бы нам кто-то добавил на таких игроков. Так. Сергеева хотят купить в Корда Риджик. Так, наверное, читается. Естественно, цену сейчас будем мы немножко повышать. Вот 507 тысяч хотя бы. Попробуем. Так, а вот пошли Ваханя. Серьезно? Ваханю хочет купить Мори Ренце. Бесплатно, потому что мы не продлили с ним контракт. Ну, замечательно. Бесплатно отдаем игроков. Сколько таких там еще сейчас будет? Симутенков. Повторные переговоры. В Спарту Роттердам можем его продать. Шамкин в Динамо Москву. Вот это вот интересный переход. Так, ну здесь вот компенсацию всего лишь. Милвал подписывает Щетинина, скорее всего. Поэтому давайте повторные переговоры. Ваханя переходит в Мори Ренце. Бесплатно Тарасов никуда не собирается. Хотя Мукабаран интересуется им. Вот что у нас по моей команде. Основных игроков возрастных прям никто не берет. Поэтому это здесь все. За 446 тысяч уходит Сергеев в кортриджик. Так, идем дальше. Симутенков в Спарту Роттердам за 514 тысяч евро переходит. Шамкин за 602 тысячи переходит в Динамо Москву. Конкурентам, можно сказать, прямо отдаем. Щетинин за 555 тысяч переходит в Милвал. Так, Кузяева наконец-то вот хороший трансфер. Сейчас можно получить Вильяреал. За 5700 хотят купить. У него компенсация 7200. Поэтому мы и за компенсацию попробуем за отступные вот эти вот сказать, что только за отступные мы готовы его продать. Все это пока что единственное. Ну и там скауты нам нашли еще центрального защитника. Давайте посмотрим. В Европе на подъеме. Иса Диоп. Интересный игрок. В стримовой у нас карьере еще, когда мы тренировали Спартак. Мы его подписали так. На подъеме в России никого не могут найти. Давайте тогда общий рейтинг посмотрим центрального защитника в России. Так, Караваев полностью сконцентрировал на футболе. Говорит, сутармин никуда не собирается. Хотя РБ Лейпциг интересуется нашим игроком. Вильяреал выплатит. Отлично. За 7200 Кузяев переходит в Вильяреал. Я так и не потренировал Кузяева. Но, как вы понимаете, не сильно я расстроен этим событием. Поэтому за 7200 российский игрок переходит в чемпионат Испании. Так что составит там небольшую конкуренцию Денису Черешеву из российских игроков в чемпионате Испании. Наконец-то Дзюба получил предложение и из Лестер-Сити. Просто как он и мечтал. В АПЛ уйти. Поэтому где мой Артем Дзюба? За 14 миллионов мы, естественно, сейчас попробуем цену немножечко повыше сделать. Давайте вот так, хотя бы за 19600 попробует Дзюба перейти. Ну, прям как и мечтал. Прям идеальная связка с Варди. Будет два возрастных таких нападающих. Так, что у нас здесь? Сазонова в гимназию Ла Плата хотят подписать. Естественно, цену мы тоже будем сейчас повышать. Вот 557 тысяч попробуем. Ну и все. Я надеюсь, тогда сейчас у меня получится подписать Габриэля Жезуса вместо Артема Дзюбы. Многие просили не продавать Дзюбу. Я сказал, все равно продам. Как только будет хорошее предложение. И вот Дзюба в Лестер-Сити. Мне кажется, это замечательный будет вариант. Лерис переходит из Тоттенхэма в Порто. Сколько там денег-то отвалили за легенду Тоттенхэма. Ракитский получил предложение тоже. Поэтому интересно. Дзюба здесь тоже сейчас. Ну что же, поехали. Согласен ли там Лестер? За такие деньги купить Дзюбу. За 17 600 они предлагают. Давайте, мы соглашаемся. Удачи я желаю Артеме Дзюбе, который отыграл 37 матчей. Забил 13 мячей, 14 голевых передач. Ну, супер. В 33 года уйти в АПЛ, тем более еще на не продлить контракт. Тем более еще и в Лестер-Сити. Мы желаем удачи Дзюбе. И все замечательно. Все замечательно. Теперь переходим игроки в списки. Так, ну давайте здесь по общему рейтингу, да, по обыванию. Вот, Жезуса. Я надеюсь, еще все у нас в силе. Да, все замечательно. Давайте вот так попробуем. Шансы нам... Так, значит, вот так сделаем. Три года давайте за голы ему тоже здесь отвалим. И за победу. Все, ну вот Габриэль, Жезус, мне кажется, это будет шикарный игрок под Лигу Чемпионов, которую мы хотим выиграть. Поэтому будет интересно. Так, что у нас здесь? Так, здесь мы снова выставляем возраст по обыванию. Ракицкий в Айнтракте. Я пока что не нашел на самом деле замену. У меня есть Ловрен, у меня есть Оссорио. У меня есть Прохин. Причем хороший, поэтому давайте попробуем Ракицкого продать. Тоже возрастной игрок. Надеюсь, замену-то я смогу ему найти. Вот, за 8.960. Постараемся продать Ракицкого в Германию. Почему бы и нет? Тоже интересный клуб. Семдянкин получил предложение из Ротера. Поэтому сейчас попробуем увеличить здесь компенсацию за 718. К сожалению, рыночная у него 2.800. Поэтому Ротер сейчас просто замечательно наторговался. И вот гимназия за 479 тысяч. Готова была купить Сазонова. Мы продаем и желаем ему удачи в новом клубе. Сазонов все перешел в гимназию Ла Плата. Смотрим. Ну, здесь нам скауты до сих пор ищут. Это хорошо. Кого нам еще нашли с центральных? Приэтль. Ну, это возрастной уже 33-летний. Ну, кстати, в Армении играет. Ну, это, естественно, не в той Армении. Вот. Поэтому, ну, интересный игрок Исадиоп будет. Прям на замену Ракицкому. Он тоже вроде Ракицких там 81-го рейтинга. Дзюба и Сазонов ушли. Желаю удачи Артему Дзюбе в новом клубе. Так что, ребят, без обид. Чалов эффект роли Трудяга. Сутармин никуда не собирается. Хотя Фламенго им интересуется. То Лейпциг, то Фламенго теперь. Так. Жезус согласен. Ну, правда, что-то они цену сильно прям завысили. Давайте попробуем чуть-чуть пониже, ребята. Вот. Хотя бы 36. За 36 хотя бы давайте попробуем. Прошу. Ну, у меня вообще тогда денег не останется. Так. Там я на счет Ракицкого, да. Думаю еще. Потому что мне вряд ли сейчас хватит денег купить кого-то другого. Ну, а вот. Семдянкин переходит в Волгоградский ротор. Так. Чалов плюс один к рейтингу. Молодец. Ну, что же. Пока что Габриэль Жезус к нам не присоединяется. У нас начинается International Champions Cup NA. Играем мы первый матч сегодня против Ливерпуля. Давайте посмотрим вообще на нашу команду. Ракицкий я пока что его оставлю. Пока не найду прям хорошую замену для него. Так. Ну, вот. Вместо Дюбы, раз пока что свободно. Давайте Шамуродову лучше тоже такого в высокоросло нападающего выпущу. Поэтому пока что будем играть вот так. Вроде все на своих местах. Все. Вот это вот наш стартовый прям состав. Поэтому давайте сейчас мы перейдем. Следующий матч. И начинаем настраивать игроков. Посмотрим здесь у кого хорошие формы. Давайте вместо Бариуса выйдет Аздоев на позиции центрального полузащитника. Будем в два ЦПЗшника сейчас играть. И Регони также выйдет. Все. Вот таким составом мы выходим. Ливерпуль против Зенита. Предсезонный турнир International Champions Cup. Поехали. Итак, Ливерпуль против Санкт-Петербургского Зенита. Интересный матч на сегодня ожидает. Предсезонный турнир. И против таких команд. Но это нужно. Нужно отыграть. Хоть и ничего не незначено. Для меня лично будет интересно посмотреть на уровень моей команды. Пока что без трансеров. Без пополнения Зенита. Только пока что уходят игроки Зенита из команды. Вот и Пикфорд намертво берет этот мяч. Хороший Азмун набирает ход. И по пустым просто отлично. Это Емельяно Регони. 36 минута. И это 1-0. Я видел, как выдвигался Алисон из ворот. И решил просто отдать шикарную передачу. На Регоне. Здесь хорошо и Азмун сам двигался. Вы посмотрите. Оторвался от Александра Арнольда. Но здесь не доглядели защитники за Эмельяно Регони. Вот Ван Дайк вообще здесь Шамродова держал. А здесь Одинешник стоял. А Регони. Вроде как там Робертсон к нему еще подкатывался. Но чисто не успел. Но. К тому же и предложение официальное прибыло. И это автогол. Вы серьезно? Это Караваев сейчас забил? Да, это Караваев. Но это прям похожий гол, как Ловран в матче со Спартаком забил в свои ворота. Ну как так можно было? Почему еще и Пикфорд так странно как-то подпрыгнул? Перед самым перерывом мы уходим со счетом 1-1. Пропустив гол в свои же ворота. Вот Гвал сейчас атаки пошел от Ливерпуля. И не накрывают сейчас. И забивает все-таки Фермина. 96-я минута. И забивает Фермина. Ну вот просто обидно. Потеря очков в матче, в котором мы вели даже в счете. Этот автогол опять же. Обидно все еще и причем на 96-й. Хотя 3 минуты-то арбитр добавил. Все. Это поражение. Это и так было понятно. Арбитр ничего в эти моменты не дает, не добавляет. По статистике я бы не сказал, что мы где-то здесь проиграли. Ударов в створ было столько же. Ну вот просто, наверное, какое-то давление на нашу команду. Ракицкий 4-5 оценку получает. Значит, следующий матч играть вряд ли будет Караваев 5-5 со своим автоголом. И Аздоев тоже 5-5. Так что свои все-таки личные какие-то записи я, естественно, сделаю. Пассажир, кстати, минимально обыграл Шахтер. Значит, мы сейчас вообще на последнем месте, да, должны? Нет, на третьем, из-за того, что, наверное, забили все-таки. Скауты нам еще нашли одного центрального защитника. Это Жо Гомес. Из Ливерпуля как раз добавлю его в список. Очень, наверное, дорогой будет он сейчас одного уровня с Ван Дайком. Малком теперь у нас Аз. Получает он вот такое прозвище. Итак, вот он. Важный момент. Сейчас мы нажимаем и смотрим, что там у нас по Жезусу. 38 миллионов. Все-таки все равно на 2 миллиона они больше просят. Мы давайте соглашаемся. Повышаем, кстати, зарплату на почти 1,5 миллиона для Жезуса. Поэтому за 38 миллионов к нам присоединяется Габриэль Жезус. Так, скауты нам нашли еще от центрального защитника. Ага, они снова не могут из России. Давайте ни на что не обратить внимания. Просто найдите мне центрального защитника из чемпионата России. Так, что у нас по игрокам в списке. Естественно, мы убираем теперь всех центральных нападающих, которых мы искали на замену Дзюби. Я надеюсь, Жезус будет хорошим игроком. Вот, 24 года, ему 86-й рейтинг. Кому интересно. Звезда третьего уровня, так сказать, играет слева и в центре одинаково. Поэтому неплохо. И вот они, те игроки, которых нам посоветовали. А скауты, либо это Диоп, который стоит, ну вот так вот даже, 16-20 миллионов. И Гомес, который будет стоить нам около, тоже тут 25 миллионов. Поэтому я не знаю. Я бы, конечно, хотел бы перевести деньги из зарплатного в просто бюджет. Также за 30 миллионов мы могли бы и Маркиниса подписать. Но денег у нас, к сожалению, нет. Вот. Такие вот у нас дела. Я бы ждал, естественно. Потому что, ну, вряд ли я сейчас буду... Давайте отменю пока что переговоры. И Ракицкого мы вряд ли будем сейчас... А мы его и не выставили даже. Поэтому такие дела. Сколько у нас вообще игроков за 30? Раз, два. Ну все, а Лунев это отдельная история. Это же вратарь все-таки. Поэтому все. Нам только надо двух центральных защитников найти. Поэтому на этом мы будем пока что делать аспект в нашем, так сказать... Трансерном деятельности. Трансерной деятельности, да. Так. Вот такие команды нам еще. Давайте я не буду за Зенит уж точно тренировать никакую сборную. Неохота как-то. Да. Итак, Жезус к нам присоединяется. Отлично. Вот оно, наше подписание шикарного бразильца. У нас действительно то аргентинцы, то бразильцы. Вот у нас теперь с Малкомом будет отлично. У них, я надеюсь, связочка. Из сборной Бразилии мог я сейчас и тренером сборной Бразилии становиться. Но решил все-таки остаться только в Зените. Только ради этого. Вот. Чтобы полностью сконцентрироваться на клубном уровне. Итак, все. Теперь новости только про это. Жезус за 38,5 миллионов переходит из Сити в Зенит. Вот он. Как ему идет действительно форма. Вы просто посмотрите на этого парня. Ну, шикарно. Шикарно. Так. Переговоры у нас идут дальше. Здесь. Вот. Габриэль Жезус, да, перешел. Наверное, только ради этого нас сюда. И позвали, естественно. Ну, супер. Такого игрока нужно было к нам приглашать. Все-таки у нас и Роберто Карлос. Главный тренер. Бразилиец. Поэтому супер. Так. Ну, теперь. Я не знаю, кстати. Добавим сюда. Пока что. Сюда. Вот. И. Так, так, так. Чалов и Шамуродов. Это все понятно. Вот этих. Еще четверых нам вот этих надо продать. И вроде кого-то нам надо еще же подписать. Если я ничего не путаю. У нас есть два ЦЗшника. Здесь. Да, вроде нет. У нас все, да. 11 игроков. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Да, все правильно. Поэтому теперь мы только на улучшение. Вот надо вот эту вот парочку возрастных защитников нам заменить. И смотреть, какой состав у Шахтера. Зиргзи из Баварии играет у них в стартом составе. Не все это единственный игрок, который прям не так интересен был. Ну и теперь вот Азмун и Жезус. Вы посмотрите на эту связку. Тоже надо смотреть. Все-таки Джуба у нас был высокорослым таким нападающим. У нас есть Шамуродов такой же. И какой будет все-таки Жезус? Как Азмун? Или все-таки вообще ни с чем не сравниться? Потому что, если я не ошибаюсь, Жезус низкого там прям роста. Так, как данный игрока. 175 у Азмуна 186. То есть, вот. Чалов 180. Шамуродов, естественно, 190. То есть, Жезус самый низкий рослый у нас центральный нападающий. Так. Ну что ж, смотрим. Вместо Косты будет играть наш Круговой Киржаков. Вот. Аздоев точно не будет на поле. А мне некого больше выпускать, наверное, кроме Аздоева. Очень плохо вот он отыграл. Ну вот Ракицкий. Посмотрим, как его он отыграет. И вместо Азмуна будет Чалов в стартовом составе. Все. Вот таким составом мы выходим. Зенит против Шахтера. Второй тур предсезонного турнира. Поехали. Итак. Зенит против Шахтера. Этот матч можно только сделать в Проэволюшн. И теперь Российский клуб против Украинского. В реальности вряд ли такое будет. Наверное, только если там полуфинал... Ну, уже такие стадии плей-офф Еврокубков. Поэтому... Поэтому насладимся сейчас этим матчем. Так. Неплохо. И Жезус Началова отдает. Чалов забивает. 1-0. 39-я минута. Жезус записывает на себя голевую передачу в первом же матче за Зенит. Отлично. Ой-ой-ой. Вот это вот опасно. Убилар сейчас будет 20-я минута. Коваленко забивает. Сравнивает счет. И снова пропускает Пикфорд. Снова мы вели по ходу матча. И снова счет у нас 1-1. Не знаю, как этот, правда, матч у нас сложится. Чалов. Замечательно отдает на Малкома. А это Жезус. Даже Жезус. Жезус забивает в своей первой же игре за Зенит. И отдает голевую передачу. Отлично. Габриэль Жезус. Топовый игрок. 71-я минута. Он забивает и отдает передачу голевую в матче против Шахтера. Замечательно. И, кстати, у Чалова тоже. У них пока что хорошая связка с Чаловым. Оба гол плюс пас за первую совместную, так сказать, игру. Ребята молодцы. Отсал только Жезус сейчас 9-й номер дать. И будет вообще замечательно смотреться на поле. И опасный штрафной на последних опять минутах. Сейчас можем потерять очки, к сожалению. Но посмотрим, как Шахтер будет. Естественно, кто бы согневался. Опять же, мы ведем по ходу матча и забиваем потом. И опять же, на последних минутах, которые уже лишние, даже там дополнительные, прошли. Играем в ничью 2-2. Сейчас мы, наверное, также останемся на третьем месте. Смотрите, вот. Два удара, два в створ. Причем, как и у нас, так и у Шахтера. Вы посмотрите. Ну, за ним еще и владение. Ужас просто. Пассажирцы играли в ничью с Ливерпулем. И у нас, на самом деле, есть шансы, если Шахтер обыграет Ливерпуль, а мы обыграем ПСЖ, тогда у нас и будут шансы, действительно, в том, чтобы занять первое место. Хотя там по очным встречам сейчас будет, поэтому вряд ли мы уже станем чемпионами. Удачно вписался в команду, говорят про Жиза. Луис Альберто переходит из Лацио в Арсенал. И опять слухи про переход Ракицкого. Рыбиков в Витес. Давайте мы без проблем. Обсудим 252 тысячи всего лишь. Компенсация. Тарасов. Не продлили мы с ним контракт. Он переходит в Фулхан вообще бесплатно. Замечательно просто. Ну, и сейчас у нас последняя игра на сегодняшний выпуск. Это матч Зенита против ПСЖ. Кстати, мне вот очень интересно на это просто посмотреть сейчас, как Дзюба смотрится в форме Лестера. Вот он, вот он Артем наш, а. Шикарно, ну действительно прям шикарно. Он еще, оказывается, и на АПЗ мог играть с оценкой А. Ну все, желаем ему удачи в АПЛ. Так, Зенит против ПСЖ. Ой, там Баппе, Неймар, все прям еще и Кейна успели подписать. Так, Лунев у нас сегодня будет. Сегодня у нас также будет Терентьев. И вместо Азмуна будет Шамуродов. Также будет Мостовой. И также будет Прохин. Все. Так, а что у нас здесь так же, да, работает, если мы будем? Ну тут не насильно, поэтому пусть лучше Терентьев будет, чем Сутармин. Все. Вот таким составом мы выходим. Зенит против ПСЖ. Поехали. Итак, Зенит против ПСЖ. Третий тур предсезонного турнира. Посмотрим, как сегодня отыграют с первых минут Жезус и Шамуродов. Так, Шамуродов. Успел, успел на Мостового без офсайдена отдать. Мостовой. И не забивает, но Малком забивает. Это 1-0. 40-ая минута. И Малком забил. Молочина. Очень хорошая у нас сейчас была атака. Мы могли же сейчас просто потащить, но нет. Лунев отбивает защитников, защитники без подбора. И Маркинес подкараулил этот момент. И снова, заметьте, мы снова забили первыми. Мы 3 матча подряд забиваем первыми. Я не знаю, началось что-то с обороны у нас. Атака, значит, у нас все в порядке, раз мы 3 матча подряд забиваем. Надеюсь, отсюда Неймар-то не положит. Я все равно Ловреном встану в стенку. И конечно, я вот просто сейчас промолчу. От перекладины. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Лунев как будто прям не знал, что так будет. 2 минуты. И мы пропускаем еще один. Оборона. Просто ваут. И все, заканчивается матч. С счетом 2-1 мы проигрываем ПСЖ. Причем, я говорю, в 3 минуты мы здесь пропустили 2 мяча. Снова ввели. Ну, просто жесть. Наша защита просто желает нам либо поражения, либо что. Шахтер выносит, кстати, Ливерпуль. И мы после этого занимаем еще и последнюю строчку. А я сказал, что нам ни в коем случае нельзя занимать последнюю строчку. Минимум третью. Ну, и мы просто проваливаем этот турнир ни одной победы. У нас 4 забитых мяча, которые нам все равно даже не помогли выиграть хотя бы одну встречу. Супер. Слабые результаты, которые показал Роберто Карлс в турнире International Champions Cup NA. А могут стать там что-то причиной его увольнения. Ловра никуда не собирается в Марселе. Ему интересуется. Тарасов переходит в Фулхом бесплатно. Что тут по моей команде? Рыбиков, Витес согласились выплатить компенсацию. Эффект роли лидер у Федора Чалова. Скауты нам еще кого-то там нашли. Центрального защитника. Пиццелла. Ну, это 30-летний игрок из Ферентины. Нам такие не нужны. Мы только от таких хотим избавиться. Хорди Альба переходит из Барселоны в Манчестер-Сити. Сутермина отрицает слухи о переходе в Валенсию. Хотя вообще ни одного даже предложения для Сутермина не было. Ну, а мы на этом заканчиваем. В следующем выпуске у нас будет матч за Суперкубок России против Краснодара. Игра против Динамо. И игра против Уфы. Друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok